Здравствуйте, на АТВ Актуальная Тема. Меня зовут Булац Денишеев. И в эту студию приходят люди, у которых есть что рассказать, у нас есть что спросить. Сегодня мы будем говорить о предвыборной ситуации в республике. Я напомню, что 10 сентября жители Бурятии будут выбирать главу региона. Так вот, об этой ситуации, о текущей ситуации мы поговорим с депутатом Народного Хурала Баир Дашевичем Циреновым. Баир Дашевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Баир Дашевич, как вы, как политик, уже с опытом оцениваете предвыборную ситуацию в республике Бурятия? Как многие считают, что она накаляется с каждым днем, чуть ли не с каждой минутой? Ну, конечно, выборы приближаются, уже сегодня 50 дней до этого дня голосования. Естественно, оживление определенное происходит. Это закономерный процесс, в общем-то. Ну, он также зависит от того, какую тактику избирают, допустим, технологии. Ну, с одной стороны, мы увидим просто спокойную работу такую, повседневную, там, с решением актуальных задач развития республики, в общем-то, и без особых, так сказать, комментариев текущей ситуации. Ну, потому что комментировать, это что-то, так сказать, с точки зрения того, кто руководит республикой, значит, ну, как бы даже, может быть, и не уровень, там, какие-то мелкие происшествия, мелкие события комментировать. А с другой стороны, ну, мы также видим некоторые там слухи, догадки, домыслы, значит, которые, наверное, призваны, чтобы как-то побудить своих сторонников более быть активными. Или же, как иногда говорят, проложиться, ну, то есть, застраховаться от чего-то, сделать задел на будущее. То есть, там тоже, как бы, ситуация в этом плане понятная. Ну, в целом, я считаю, что ситуация, она спокойная, потому что, ну, нет у нас таких, и, я считаю, и почвы нет для того, чтобы какие-то были бы серьезные, там, митинги, какие-то кричащие акции протеста, и так далее, потому что все идет в рабочем порядке. И я бы сказал, что для многих все понятно. Хорошо. Вот давайте о том самом пресловутом муниципальном фильтре поговорим, да. Многие говорят, что вот этот муниципальный фильтр, скажем, некое давление на чисто демократические выборы, да. Кто-то утверждает, что этот муниципальный фильтр необходим, и так далее, и так далее. Вот вы как считаете, что есть этот муниципальный фильтр? Ну, я просто напомнил вам историю вопроса, он у нас же не вчера введен, и даже не в прошлом году. Более того, пять лет назад почти, в общем-то, две партии КПРФ «Справедливая Россия», они подавали, значит, иск в Конституционный суд, в котором, значит, просили этот, так называемый, муниципальный фильтр отменить. На самом деле, тоже немножко отвлекусь, потому что муниципальный фильтр – это что такое? Это сбор подписей муниципальных депутатов, городских, районных, сельских. На самом деле, эта процедура, она была введена сразу в тот момент, когда вернули прямые выборы губернаторов, глав субъектов, и призван он, в первую очередь, конечно, для того, чтобы, как все говорят, это технологии у всех в понимании, чтобы исключить попадание случайных людей в гонку, потому что исключить, значит, не какие-то такие моменты, которые бы позволили допустить такую ситуацию, что будет бюллетень, и в нем будет куча фамилий, да, потому что там, если само движение спадет, и сколько-то подписей соберет. Вот, то есть, с точки зрения организации процесса, эта ситуация понятна. С точки зрения сущности вот этого явления, в общем-то, оно здесь заложено, наверное, две вещи. Первое – это то, что законодатель, на тот момент Государственная Дума, значит, и президент Российской Федерации, значит, как автор законодательной инициативы, они предусматривали это то, чтобы обеспечить процедуру как можно более просчитанную, чтобы, вот я еще повторюсь, не попадали случайные люди. А вторая, в общем, на мой взгляд, более такая, как бы, важная сторона этого дела – это то, что человек, который изберется главой региона, он будет опираться на кого-то. То есть, если он собрал 7% подписей, это уже сразу понятно, что за ним есть определенный ресурс. И он, этот ресурс его будет поддерживать. Поэтому здесь вот второй момент, мне кажется, он более такой важный. То есть, это не просто того, чтобы кого-то оградить. Потому что, если рассматривать это в качестве заградительной меры, ну, как говорится, все знали о том, что он будет в таком соотношении. И, допустим, если мы говорим о том, что некоторые партии, некоторые претенденты рассчитывали на голоса своих депутатов, то они должны были эту работу вести, может, не с февраля месяца этого года, а, может быть, с февраля месяца прошлого года или позапрошлого. То есть, они должны были заботиться о том, чтобы у них были четкие сторонники, с каждого, так сказать, поработать, взять какие-то определенные гарантии и тогда уже спокойно выходить на подписание, на сбор подписи. А не кажется ли вам, что вот этот самый муниципальный фильтр, да, это как палка во двух концах, что называется, да, вроде бы играет такую роль фильтрации, да, там, вот, не, скажем, случайных, чтобы люди не попадали, да, в предвыборную гонку. В другом случае он, возможно, играет некую роль предания себе такого ореола, некого мученика, набирания народного рейтинга, народной популярности и так далее, и так далее. Ну, в любом явлении, конечно, есть несколько сторон, несколько смыслов. Вот, я с вами согласен, что первое, это действительно как фильтр, но в слое фильтр тоже, мы говорим, плохого ничего нет, да, то есть мы же пьем фильтрованную воду, значит, масло у нас в двигателе фильтруется и так далее от вредных примесей. Вот, и во втором случае, ну, кто-то его рассматривает действительно как, может быть, средство вот пиара и средство вот продвижения. Для зарабатывания себя очков. Я говорил, да, проложиться, значит, на будущее, вот, потому что, если знали, то почему не готовились? Или, допустим, если знали, что у кого-то есть сдвоенные подписи, то зачем их подавать? То есть, как бы, вопросы такие, они все лежат на поверхности. Вот, и я бы обратил внимание, вот я видел публикации, значит, в Фейсбуке, в интернете, одно центральное издание написало о том, что вот сейчас, значит, некоторые, так сказать, политические партии ведут игру, значит, кто там кого переиграет с этим и так далее. Ну, такой тоже момент можно, конечно, рассматривать, но я просто хотел бы сказать, что если они ведут игру, то это нехорошо. На самом деле у нас так давно не было прямых выборов главы субъекта, в общем-то, и что тут играть-то? Тут надо, если пошел, значит, на выборы, то надо идти работать, в общем-то, и не заниматься там, значит, какими-то догадками, в общем-то, версиями, и вставать в позу обиженного. Понятно, что у нас обиженных любят, но и в то же время мы сами знаем, что с обиженными делают, на них воду возят. Совершенно верно. Да. Ну, я нашим телезрителям поясню, это статья федерального независимого издания, так называется «Газета, независимая газета», и статья называлась «Бурятский гамбит». Ну, кому интересно, тот может почитать и сделать свои определенные выводы. Говоря вообще о ситуации в целом, о предвыборной ситуации в республике Бурятия, что думают ваши коллеги, политики с большим опытом, как ситуация будет складываться, насколько сейчас она спокойная, вот мы уже на самом начале говорили, вы дали такую оценку, да? Можете еще раз? Да, ну, на сегодня действительно она достаточно спокойная, в общем-то, но там есть еще один момент, который может повлиять, мне кажется, на температуру, как говорится, общественного настроения, в общем-то, может быть, это будет кратковременный всплеск. То есть, это то, что у нас люди все-таки ждут, кого объявят претенденты на постглавы кандидатами в члены Совета Федерации. То есть, это тоже будет, наверное, обсуждаться, в общем-то, потому что тот, кого называют, он, по сути дела, член команды. Вот, и это достаточно такая серьезная вещь, я бы сказал, которая потребует, если какие-то есть нюансы, она потребует объяснения, в общем-то, разъяснения этого выбора. А дальше, значит, ну, дальше у нас же как пойдет по графику, значит, утвержденным законодательством уже официальная, значит, избирательная компания. Там начнут работать агитаторы, я думаю, будет, в общем-то, информационная волна в СМИ. И я думаю, что там тоже должно быть, как бы, в таком нормальном режиме. Вот почему, на мой взгляд. Тема протеста сегодня, она, как бы, изживает себя. Потому что к действующему времен исполняющей обязанности главы, по сути дела, предъявлять сейчас за прошлое нечего и нет смысла. В общем-то, и поэтому здесь, наверное, будет более важен другой момент. Будут смотреть на программу, будут смотреть, конечно, на команду, собственно говоря. Вот это будет во многом определять ход избирательной кампании. И я очень надеюсь, и мои коллеги тоже говорят, что хорошо, чтобы она такая была позитивной, то есть без всяких каких-то бессмысленных криков, так сказать, истерик. Просто спокойная кампания по выборам руководителя нашей республики. Вот один из блогеров республики Бурятия на своей страничке в фейсбуке сравнил Бурятию с автомобилем Жигули или Маска 412, назвав, что машина дымит, и вот вроде как новый автомеханик смотрит на дым и ничего не делает. Ну, как бы вот это была, скажем, озвучена его такая точка зрения, да, о том, что республика Бурятия в такой сейчас ситуации находится, в плачевной. Я думаю, что, конечно, можно сравнить с чем угодно, по большому счету, в общем-то, но тоже надо исходить из жизненной логики. Вот, допустим, человек получил то, что есть, ну, то, что теперь должен бегать волосы на себе рвать, значит, или прямо лихорадочно, значит, какие-то меры делать, значит. Дело в том, что республика, все-таки у нас, хоть она по населению считается маленькой, все равно это республика, это большой механизм, это большой организм, и в него сразу-то, так сказать, все не вкачаешь. При этом, замечу, что мы гораздо по территории больше, чем Франция. Да, вот, поэтому провернуть тут, как бы сразу, значит, так сказать, ручкой, так значит, как вот те же москвичи, допустим, крутили, сразу не получится, ну, и такой задачи, наверное, не стоит. Но то, чтобы обозначить, что нужно и что можно сделать для того, чтобы республика развивалась, это сегодня мы видим. Это первое. Второе, значит, и показать, что у водителя, там, значит, или автомеханика, как там написано, что у него есть понимание, как жить дальше и как исправить, это мы видим. Поэтому в этой метафоре, это Борис Ингархаев, по-моему, написал, да, ничего такого страшного нет, в сравнении там с машиной. Ну, а вот в отношении действий я с этим не согласен. Думаю, что у Алексея Циденова есть план, есть, в общем-то, работа, и самое главное, мы видим тот ресурс, который за ним стоит. Потому что с таким ресурсом, я думаю, что можно достаточно быстро, в общем-то, исправить ситуацию там, где она, допустим, требует срочного вмешательства. А в целом, я думаю, что действительно ситуация нормальная, контролируемая. Поэтому, я думаю, особых эмоций по этому поводу не должно быть. Борис Ингархович, Вы являетесь постоянным участником дискуссионного клуба, проводимый в Республике Бурятия. Его проводят оппозиционеры, если можно так сказать. Вы, по-моему, один из немногих представителей, даже, вернее, единственный представитель партии власти, который, скажем, не побоялся прийти, что называется, в станок к врагу и открыто заявлять о своей позиции. Вот честь вам и хвала, что называется, да? Спасибо, спасибо. Вот, на самом деле, пойти, посмотреть в глаза, да, и поговорить на чистоту. Что конкретно Вы обсуждаете там? И есть ли какие-то, ну, на самом деле, здравые вещи? Ну, я считаю, что этот клуб, в принципе, неплохая вещь. Почему я... Или это просто там раздувание щеков? Хожу, значит, ну, может, и такое у кого-то есть. Но, на самом деле, вот, я вот на четвертый раз был, в этот раз даже опаздывал, напоздал. Но я сказал, что, ну, за это время, как мы общаемся, мы стали, несмотря на разные позиции, мы стали немножко ближе друг к другу. Ну, во-первых, потому что по-человечески понимаешь, потому что одно дело, вот, когда люди друг друга там, значит, на страницах газет или там в интернете, значит, критикуют, там, общаются. А другое дело, когда разговаривают, живеют. Ну, что живое общение, оно все-таки придает человеческую теплоту, и многие становятся, ну, во всяком случае, их можно понять. Совершенно верно. Потому что я не думаю, что у нас, ну, то есть я бы даже не сказал, там, враги, там, ну, политические противники и так далее. То есть, само по большому счету хочется верить, что все хотят лучшего республики. Значит, и есть, конечно, некоторые моменты, кто там самопиаром хочет заняться и так далее. Но в целом, в общем-то, общий такой настрой – это то, чтобы все-таки высказаться и быть услышанным. И вот в ходе этих дискуссий, в общем-то, определенные, я думаю, такие здравые мысли звучат. Потому что это дискуссия, и мы всегда знаем, что вот истина рождается в споре. Вот, и поэтому это хорошая вещь, на самом деле, и полезная, в общем-то, и, я думаю, она будет жить потом еще. То есть, это не разовый такой инструмент? Да, я думаю, нет. Он, как бы, конечно, более активен вот в этот период. Хотя, я не знаю, как там организаторы дальше будут действовать, потому что… Ну, впереди у нас еще много выборов. Нет, я имею в виду вот до 10 сентября, потому что там же какие-то ограничения у нас законодательные будут. Можно агитировать, нельзя агитировать, в общем-то, СМИ это или не СМИ. То есть, интересно там, в общем, как выйдут. Но то, что общаться надо, это факт. И это общение происходит. Ну, я надеюсь, что площадка дискуссионная будет работать, потому что впереди, как я уже сказал, у нас еще много выборов. Это и выборы в народных Урал, и выборы в городской совет депутатов, и выборы, конечно, большие выборы. Да, это главы государства будем выбирать, да, и так далее, и так далее. То есть, поля для деятельности, для дискуссионной площадки очень много. Да, там уже можно даже не политику обсуждать, можно экономику, можно хозяйство обсуждать. То есть, какие-то такие вот темы, которые интересуют многих, и по которым у людей есть желание высказаться. Вот это самое главное. Мэри Анатольевич, вот я бы, знаете, все-таки хотел вернуться к статье независимой газеты, да, вот, Бурятский Гамбит, да, но вот я буквально процитирую коллег своих. Вот смотрите, значит, судя по всему, КПРФ разыгрывает в Республике Бурятия многоходовку, в первую очередь, ориентированную на выборы народного хурала Республики в сентябре следующего года. И вот отказ от регистрации кандидата от КПРФ – это отличный повод для того, чтобы выставить себя невинной жертвой и обвинить Федеральный Центр в зажиме демократии, а избранного главу Республики в победе за счет административного ресурса. – Что вы можете на это сказать? Как вы можете прокомментировать, характеризовать? – Ну, я говорил, что с точки зрения технологии это действительно такое может быть, да, то есть, как бы, ну, я тоже повторюсь, все-таки выборы – это действительно выборы, ну, мы говорим, что игра, там, и так далее, но сильно в игры тоже, как бы, заигрываться не надо, на самом деле, я думаю, в общем-то. – Со мной народ поймет, в общем-то, и я не знаю, какое решение будет избирательной комиссией, в общем-то, вот, но все равно вопросы, которые сегодня озвучены, и в том числе и в этой статье, о том, что если знали, что с двойной подписи, то почему их понесли, дальше опять вопросы встанут, ну, а вы не знали, что, так сказать, надо будет подписи собирать, почему же вы не перекрылись большим количеством с тем, чтобы потом сманеврировать, то есть, народ разберется все равно, кто прав, кто виноват. – Вот, и, конечно, я говорил, но я не думаю, что, не уверен на сто процентов, это, допустим, один из сценариев – красиво выйти из игры, да, значит, там, хорошее тоже выражение, если есть лимон, сделай лимонад, значит, действительно, вот, но на одном этом, я думаю, все равно не пройдешь, потому что, я так думаю, что даже если рассчитывают, что встать в позу жертвы, в общем-то, ну, для людей, я думаю, тоже станет понятно, то есть, как я уже говорил про обиженных, значит, вот, а потому что все равно, допустим, до выборов народных Урал еще времени много, и, допустим, вот, мы знаем, Алексей Самбуевич, он член «Единой России», я думаю, что после происшествия какого-то времени, он, конечно, войдет, наверное, в руководящие органы «Единой России» или не войдет, или как, значит, но, во всяком случае, его мнение по поводу того, кто войдет в Хурал, значит, оно будет, естественно, серьезно воспринято, и поэтому, думаю, что к выборам следующим, то тут будут играть роль не только вот такие психологические факторы или технологические, а будут все-таки действовать более реальные факторы, то есть, кто реально работает, у кого реальная поддержка есть, кто реально сможет работать, кто реально отстаивает позицию партии, значит, и так далее, то есть, от этого будет много зависеть. Спасибо большое, Байярдашевич, что пришли, нашли время и поговорили о политической ситуации, о предвыборной ситуации в Республике Бурятия. Спасибо. Спасибо. Это был проект «Актуальная тема». Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok